Ребят, всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить на такую довольно значимую тему при создании контента, которую ну просто мимо пропускать не стоит. Это цветокоррекция. В этом видео я бы хотел раскрыть такие темы, как зачем она нужна, как ее делать, вообще стоит ли прибегать к цветокоррекции и нужны ли какие-нибудь специальные программы, какие-нибудь специальные навыки. Ну вообще, именно те вопросы, которые может задать или могут возникнуть в голове у каждого, кто думает о создании контента с помощью ваших видео. Но перед началом небольшая реклама. Как же порой бывает сложно подобрать одежду. Многие часами ходят по магазинам, но так ничего подходящего на глаза не попадается. А если речь идет про отличный топ для прогулок, вечеринок, пляжных пати, а также деловых встреч в неформальной обстановке, то такая задача становится почти невыполнимой. Хорошо, что существует бренд Шиктон, а вернее сказать кроп-топ с длинными рукавами от этого бренда. Ткань этого топа приятная телу, а в процессе носки не скатывается и не дает усадки после стирки. Но самый большой плюс заключается в том, что этот топ можно заказать, не выходя из дома, через Вайлберис. Ссылка будет под видео в описании. Переходи и делай правильный выбор. Я не буду раскрывать эту тему, как написано в учебниках и как рассказывают на курсах различные лекторы. Я расскажу своими словами, как лично я это понимаю и как я это вижу. Ну, во-первых, что дает цветокоррекция? Она дает качество изображения. То есть, смотрите, сейчас вы видите видео, которое с цветокоррекцией. А сейчас это же самая картинка, но уже без цветокоррекции. Думаю, визуально даже заметна разница. Также, когда нужно прибегать к цветокоррекции, а когда нет. Если у вас какая-нибудь профессиональная студия, у вас хорошее оборудование, которое вы знаете, как настраивать. Я имею ввиду настройки камеры, настройки видео, настройки видеозаписи. То вам цветокоррекция, скорее всего, не потребуется. Ну, или, возможно, самая малость. Лишь только для того, чтобы подчеркнуть ваше видение этого видеосюжета. Но чаще всего мы снимаем видео на свои телефоны. И хоть у нас и есть даже функция, вкладка, профессиональные настройки, не все ими пользуются. И снимают просто в обычном авторежиме. И в этом случае как раз и нужна цветокоррекция. Так как все телефоны разные. Авторежимы у каждого телефона и модели разные. И зачастую они не совсем соответствуют тому, чтобы мы хотели видеть в конечном итоге и в конечном результате. Что же такое цветокоррекция, проще говоря? Цветокоррекция это такие своеобразные настройки видео. Где-то яркость подкрутить, где-то немного увеличить контрастности, где-то понизить экспозицию, ну и тому подобное. Настройки эти делаются абсолютно в любом видеоредакторе. Они даже есть в телефоне. То есть видеоредактор, встроенный в телефон, там тоже есть настройки цветокоррекции. Это уже говорит о том, насколько важен факт цветокоррекции в ваших видео. Если же вы хотите снимать какие-нибудь красивые закаты, красивые пейзажи, что-то на природе, обязательно учтите то, что цветокоррекция, она подчеркнет ваше видение вот этой красоты, которая нас окружает. Ведь именно благодаря видео мы способны передать наше видение мира и того прекрасного, что мы видим. А у каждого взгляд на это прекрасное свой. И именно благодаря этому видео называют искусством. Также стоит помнить о том, что со всевозможными этими настройками нужно быть предельно аккуратным. И если вы не владеете навыками цветокоррекции, то лучше по минималу все делать. Не выкручивать на максимум. Такими действиями вы можете наоборот убить ваше видео. И цвета станут или блеклыми, или токсичными. Но сами понимаете, это не есть гуд. Поэтому не забывайте о важности цветокоррекции, о ее правильном применении. Ну и вот вам буквально несколько примеров видео с цветокоррекцией и без нее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В любом случае, благодарю за просмотр. С вами, как обычно, был Александр. И увидимся уже в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!